Друзья Птеногоды, для вас играет медведь, Который бы насыпил на ухо, слон, слон, я не знаю, как вы шуту ему. Класс, спасибо, пожалуйста. Продолжаем разговор. Сколько тебе килограмм? 70 трогаем. Нет, ну ты не... Слабак, слабак. Александр Пасечник, давай, снипавый. Я снипаю стоплю, стой. А ну теперь, сиди, сиди. Уравняем позиции. Фриже. Ну что, Саша, скажи мне что-нибудь. Что тебе рассказать? Радует цена на мед, начала дорожать. Цена на мед? Да, пчеловоды уже 43 гривни. А все благодаря чему, как ты думаешь? Ну потому что меда была в Украине, в этом году, скорее всего. А не думаешь, что это благодаря сайту Ордиенко, ну, инициативе Ордиенко? Да нет, мне кажется, пчеловоды сами уже себе начинают делать выводы. Сколько можно работать за копейки? В наше время хочется жить и жить в достатке. Кормить свою семью. А может это заслуга все-таки? Достойно. Достойно жить хочется. Ты же трудишься достойно. Ну, стараюсь. Целое лето, как говорится. С весны до осени. Вот. Не, просто, может это, цена на мед повышается не от того, что нету меда, а от того, что Юрий Ордиенко. Да ну не думай, что Юрий Ордиенко там кашу собрал. Намутил воду, так сказать, взмутил эту всю тему. И люди перестали сдавать мед. И люди из-за этого перестали сдавать мед. Ну, давай так подумаем. Я сейчас все там сел. Слушай, посмотри, на следующий год каждый пасечник качает, ай, дай бог, мои слова до буша, 10 тонн. Да. Ну, количество гули, конечно, тоже понятно. Ты думаешь, что цена на мед сразу будет расти? Больше меда, меньше цена. Это в любом случае. А если, не дай бог, наш украинский мед... А что не дай делать? Ну, с нашим украинским медом все поддельно не должно идти. Спасибо. У нас самый супер, самый качественный мед во всем мире. Не, ну, есть, конечно, там мануки всякие. Ну, там такие мануки, что нам давайте к манукам. Ну, а чем наш подсолнечный мед хуже мануки? Раскручено просто-напросто. Если у нас такие будет цена на мед, как на ману, так мы будем на ветеринах набирать. Хорошо. Ну, а как ты думаешь, цена на мед будет 50 гривен? Ты знаешь, маленький я человек, чтобы такие прогнозы делать. Ну, это чисто твою субъективное мнение. Вот, честно тебе скажу, хотелось бы, потому что всегда хочется, чтобы было больше. Ну, я, допустим, свой мед еще не сдавал. Я не сдавал. У меня есть друзья, которые сдали мед по 36 гривен. И сейчас говорят, блин, Саня, я потерял... Ну, 3 тонны человек сдал, представь. Нет. А сейчас цена 43, 36. Сколько разница, считай? 4,7 гривен. Доллар растет. На сколько он вырос? Ну, господи. Ну, блин. Цена на мед может быть 50 гривен. Хорошо. Если завтра доллар опять будет по 30 гривен. Нет, ну, если будет по 30, тогда понятно. Ну, на 3 тоннах потерять 21 тысяча гривен. Ну, это да, немало. Мы в Челамуде находимся, держим в селах. А для села 21 тысяча гривен – это хорошие деньги. Это очень хорошие деньги. Можно в доме сделать какой-то ремонт маломальский, а можно для пасеки приобрести какую-нибудь вещь нужную, потому что старая уже настолько устарела, что на цене работать невозможно. Поэтому я считаю, что... Для меня, допустим, мед – это тот продукт, за который я вообще не переживаю. Ну, в том плане, что... Да, ты его в бочки закинул, и он стоит. Ну, в этом году цена слабая. Все, я не сдам ее. Вот я буду делать так. Я не призываю всех там повторять мои вот эти опыты, конечно. Но буду я делать так. Цена на мед меня не устраивает? Бочка в кайме лежит. Не, ну смотри. Тут же ж надо учитывать, что не у каждого есть разные возможности. Ну, согласен. Ну, сдам я одну бочку меда, чтобы на хлеб да на молоко. Ну, сдам две, а остальное все оставлю. Не, просто многие же пчеловоды сдают не потому, что им нравится цена 35 гривен, а просто потому, что надо кушать что-то. Да у них эта ситуация такая сложная, что приходится сдавать, а был лишь бы получить эту наличку. У кого-то взял кредит, а не дай бог кто-то болеет. Вариант там массы. Так же же в жизни у нас. Просто, понимаешь, к примеру, тот же действительно кредит. Ждать не будет цены 50 гривен, при этом в банке кредит, то лучше сдать его сейчас, не платить процентов, чем сдавать и ждать, пока вырастет еще на 50. И опять же, что он вырастет на 50 с ростом просто долларов. Ну, давай я так скажу. Нет у меня банки кредитов, никому я денег не долгую. Я собрал урожай и хочу его продать по достойной цене. Это моя, допустим, стратегия. Понятно. Вот и все. А вообще, как тебе канал Иван Хабро? Канал Хабро вообще? Не смотрите, не советую. Совершенно канал не добирает подписчиков всего лишь 5000. Вот как будет 10, смотрите. А сейчас пока. Там интересного очень-очень мало. А что ты же мне сказал? Не, нормально. Нехороший канал. Ага. Скушка хвалит петуха. Знаете, тебя за то, что хвалит он кукушку. Это про тебя и про меня? Ну, а про кого еще? Ну, а что такого? Почему я друга не могу порекомендовать своим друзьям? Слава Богу. Знаешь, хорошие друзья, они... Не, ну мы же не друзья, ты сам. Да. Друзья это вообще такая большая мотивация. Мы товарищи. Нет. Ну, понятно. Мы друзья в челах. Коллеги. Коллеги. Ты мой коллега. Так что, какие мы с тобой друзья? Таких друзей за и в музей. Ну, знаешь, надежный друг, это вообще не единица, мне кажется. Сколько таких случаев? Два друга, а завтра они не друзья, а завтра они враги. Так, вернее. История этого очень много. Ну, давайте за это. Брат, слад, да. Да. Пчеловод, я так говорил уже сегодня, что пчеловод должен работать в лето, получить хорошую, варную продукцию. Поехать отдыхать. И в сентябре или, кто говорит, там, в вересне. Поехать отдыхать с семьей. Туда говорит, септембр. А, да. Отдыхать с семьей, полететь на море, переехать вот так вот, как мы, переехали, переехали, да. Получить массу удовольствия. Потом поехать еще в другое место. Пробуй. Давай. Короче, после каждого труда надо хорошо отдохнуть. Чтобы было простимулировать организм в дальнейшей работе. Опа. А, это уже ускоренная программа. Сейчас, пристой, я так завалюсь. Это было точно так, что у нас с Танюхой. Так, ну что? Пошли дальше. Там такие места кофные, обалденные. Их! Чего, откаблутиваешь-то, а? Если бы я не мог, если бы я не мог, если бы я не мог. Продолжение следует...